В Нюрбе открыли две новые котельные. В целом по республике, по инвест-программе ГУБ ЖКХ в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 28 таких объектов. Репортаж Романа Савинова. В столь кризисный для страны период строительство сразу двух больших объектов, мощностью по 24,5 мегаватт каждая, прошло без урезания бюджета. Подрядчиком выступила опытная компания «Строймонтаж». По плану подрядчик должен был сдать объект в следующем году. Но благодаря слаженной работе и своевременной поставке материалов, теплом дома нюрбинцев обеспечивают уже новые котельные. Ну, строительство, конечно, проблемы были, особенно отдаленность, транспортные, конечно, было, но мы срок котельные все равно строили, сдали. Ну, строительство котельной – это одно. Вы еще прокладывали магистраль по новой, да? Да, здесь по городу Нюрбе центральные тепловые сети поставили, четыре штуки, и еще около трех с половиной километров тепловые сети сделали новые, и в том числе и городские тепловые сети. На строительство столь масштабных объектов Европейским банком развития было инвестировано 760 миллионов рублей. Нужно отметить, что эти два объекта полностью механизированы. Благодаря этому в Нюрбе была оптимизирована работа целых шести котельных. Котельные полностью автоматизированы. Здесь установлены отечественные котлы, да и автоматика российская. Разве что насосы, родом из Германии. На данный момент котельные отлично продавливают конечные участки, хотя стоят на мощности 12 мегаватт. Установленная мощность у нас 24 мегаватт. С учетом КПД эти котельные около 18 мегаватт. Поэтому у нас, можно сказать, два котла у нас постоянно в резерве. Инвестиционная программа ГУБЖКХ Республики была разработана в целях развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшения качества жизни населения, обеспечения промышленной и производственной безопасности объектов предприятия, снижения и сдержек на топливно-энергетические ресурсы. Для города Нюрба это очень значимый объект. Почему, во-первых? Потому что этот объект затачен на большую мощность, еще 24 мегаватт котельная. Она имеет перспективу подключения. То есть этот квартал, Макинка, он может развиваться дальше. Могут строиться социальные объекты, могут подключаться дома. Я считаю, что перспектива у этого района с строительством этой котельной, она очень вырастет. Перевод со старых котельных на новые был произведен в октябре месяце. Сегодня оба объекта работают в штатном режиме. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба.